Пасха православная Что же касается еврейской Песах, она прошла уже вчера, 22 марта, 22 апреля, и соответственно мы можем теперь ожидать, что после Песаха у нас наступят довольно-таки не очень теплые времена, я имею в виду даже и погодные времена, и тем более времена, которые, ну так скажем, наши времена политические, мы все теперь зависим от политики, и времена не ожидаются хорошими. В Молдове ожидаются все-таки захватят Молдову, то есть будет российское наступление туда, на Молдову, иностранцы уже вводят сейчас туда и уже ввели частично свои подразделения, то есть с одной стороны у нас нет большой третьей мировой войны, с другой стороны эта война все-таки есть, потому что война, как вы видите, она, да, в общем воюет вроде бы Украина и Россия, это списывается так, для истории это будет так, а на самом деле воюют все, воюют все, это кто все, это те, кто на сегодняшний день, те, кто на сегодняшний день в принципе делает политику, политику, ведь Украина-то не делает политику, Россия частично участвует, потому что Россия и Израиль, они находятся в дружбе, наш президент российский, президент мистер Путин, он очень любит Израиль, ездит туда время от времени к синее плача и загадывает там свои желания, очень яркие, вероятно, и евреи, сионисты помогают ему, то есть, конечно, мистер Путин является сторонником сионизма, потому что он приверженец и придерживается той самой политики, которую сионизм проводит в жизнь. И если вам сказать, как думают евреи, посмотрите мой ролик, выйдет сегодня вечером на канале Таня Карацуба, Сиит Бурхан, можете набрать иностранными буквами Таня Карацуба, вам выйдет мой канал сразу, и вы увидите замечательный ролик, мне нравится, как Ариэль Марон, с которым мы ведем беседы, как он рассказывает о политике Израиля. Великолепно! Вы знаете, то, что не говорит никто, он рассказывает об этом слух и открытым. И тогда все православные, все христиане могут понять, а кто же им делает политику, а кто же им написал Господа Бога, а кто же им нарисовал вот эти все каноны, по которым сегодня живут все. Вы все живете по этим канонам. Поэтому вы должны смотреть все-таки реальности в глаза. Я не говорю о древности еврейской религии и еврейской национальности. Ариэль говорит об этом. Но у нас здесь с ним разные точки зрения, между прочим. Но я никогда ему не возражаю, потому что у него своя точка зрения. А так как он приглашенный гость на канале, мы обязаны его выслушать, его точку зрения. Не важно, сколько лет еврейскому народу, абсолютно не важно. Не важно, какого срока там Библия или еще что-то. Важен факт, что еврейская культура организовала среди каждого народа свою религию. Эта религия на сегодняшний день поглотила все народы, потому что так легче управлять. То есть всеми народами легко управлять через религию. Но каждому народу необходима его личная собственная религия. Таким образом, каждый народ понимает, что это его религия. И он за нее готов душу отдать и рвать когти за свою собственную религию. Да? Вы это понимаете? Что их собственная религия – это самое важное, что есть у народа. И вот за это народ будет драться. Если дать чужую религию, он не будет драться. Он будет себя чувствовать, что он оккупирован кем-то. Вы понимаете, как вот умно один народ, который сегодня захватил всю культурную часть нашего мира и управляет нашим миром, как один народ может это сделать. Ведь умно, да? Теперь все дерутся – мусульмане, россияне, вот дерутся все, украинцы, чубы друг другу дерут. И за что? За то, чтобы торжествовала еврейская культура. И еврейская религия могла бы быть главенству еще в любом случае. А что такое Песах или Песах, как говорит Ариэль, вы послушаетесь сегодня вечером на канале, потому что он рассказывает, что это за праздник. На самом деле, что такое этот праздник? Это Египет, это золото, это золотой телец и все остальное прочее. Вы понимаете? А люди думают о светлом, о чем-то таком замысловатом, фантазийно-божественном. Ничего этого нет, не существует. Это все для вас сказки придумали, для вашего управления. Это плеть, которой вас гонят в загон, чтобы гавах и управление. Вот и все, друзья. Все очень просто. А вы фантазируете, какие вы там православные. Бросьте все. Если вы серьезные люди, вы не можете так думать. Ну, а глупцам – это их дорога, это их карма, это их судьба. Пусть уже идут на фронт, куда их сейчас всех погонят. Включая и Молдаван, Молдовия, что там у нас, Приднестровье. Сейчас загорится новый огонь. Ну, Россия, Украина тоже начнут. А Беларусь это достанется по всем, что называется, канонам. Там будет тихая война, но будет война идти жесткая. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Сегодня 23 апреля 2024 года. «Украина» Сиит Молдаван Субтитры создавал DimaTorzok